Середина зимы. Опустевший луг на окраине Рязани. В теплое время года эту территорию можно уподобить густо населенному городу с оживленным движением, шумом и голосами. А пока над лугом тишина и покой. Лишь слышно шумаки, несущие обломки растаявшего льда. Ну вот вдали, на белой пилене снега, появилось несколько темных точек. Табунок серых куропаток ест семена сорняков. Птицы собрались вместе не случайно. Это остатки семьи, которая летом была намного больше. Однако встречи с хищниками и охотниками значительно уменьшили их количество. Куропатки – это, пожалуй, единственные птицы из гнездящихся на лугу, которые остаются зимовать в средней полосе России. Увидеть их летом и тем более обнаружить кладку весьма сложно. Птицы очень осторожны. Однако в суровые зимы из-за голода прилетают они поближе к жилю человека. Порой кормятся даже на птичьем дворе. Несмотря на затянувшуюся зиму, весна все же вступила в свои права. Как только зачернели проталины, с юга вернулись первые вестники весны – жаворонки. Пока это только единичные особи. Где-то высоко в небе слышны их тихие короткие распевки. Еще не полный голос. И опустевший луг сразу словно ожил. Основная масса жаворонков возвратится позже, в апреле. И тогда польются с неба и бесконечные звонкие трели. Вслед за первыми жаворонками прилетели чибисы. Наблюдать за их полетом – истинное удовольствие. Стая из нескольких сотен птиц красиво кружит в воздухе, непрерывно меняя направление, словно танцуя. Прилет чибисов возвестил о приходе настоящей весны. Одновременно с чибисами возвратились овсянки. И хотя часть из них зимут в средней полосе России, в основном овсянки – птицы перелетные. Один за другим прилетают на родной луг крылатые путешественники. Вот и воракушки вернулись. И луг наполнился их весенними песнями. Самочки приступили к строительству гнезд. Большинство пернатых обитателей луга строят гнезда на земле, под прикрытием густой прошлогодней травы. В конце апреля, начале мая, в гнездах жаворонка, чекана, обыкновенный камушевый овсянок – кладки. В гнезде воракушки тоже кладка. Пока самочки насиживают, самцы поют. У пернатых жителей луга много врагов. Как бы тщательно они не прятали гнезда, кладки могут разорить и уш, и горностай, и пернатые хищники. Этой вороне удалось стянуть яйцо. С добычей в клеве она торопится покинуть луг. И так она увлеклась, что не заметила луня, неторопливо планирующего над полем. Еще секунда, и птицы столкнулись. Но для вороны в этот раз все закончилось благополучно. Заветную ношу она сумела удержать. На берегу Оки, на голой земле, расположили гнездо Зуйки. Прилетают они, как только уходит половодье. Для гнезда выбирают островки голой земли. Чаще такие встречаются на берегу водоемов. Но если на лугу далеко от воды найдется оголенное местечко, там они тоже поселятся. Гнездо представляет собой углубление в земле меньше кофейного блюдца. Расцветка яиц сливается с фоном. Чтобы их увидеть, надо подождать, пока птица подойдет к гнезду. Жизнь на открытых местах выработала у Зуйков оригинальный способ сохранения яиц. Чтобы запутать хищника, они устраивают в отдалении от настоящего гнезда несколько ложных. И поддерживают в них жилой вид. Кроме того, при приближении вороны или сороки к кладке, Зуйки пытаются отвлечь их внимание на себя. Притворяются ранеными и уводят врагов от гнезда. А потом в отдалении делают вид, что беззаботно собирают насекомых с почвы. Как только появляются птенцы, семья сразу покидает гнездо. С первого дня птенцы умеют находить корм сами. На юг Зуйки отправляются рано, как только птенцы научатся летать. На обгоревшей в результате весеннего пала половине луга поселилось несколько пар веретейников. Откладывают они яйца среди редкой травы, в неглубоких ямках, выложенных скудной подстилкой. По мере роста трава прячет гнезда от посторонних глаз. Но не в этот раз. Огонь основательно уничтожил корневище растений. И новая трава долго не появлялась. В результате все гнезда были разорены. Несмотря на то, что веретейники активно защищают гнезда даже от таких крупных хищников, как коршун. Как только с полей сошла талая вода, вернулись из теплых краев на свое прошлогоднее поселение Тресогузки. Живут эти птички маленькими колониями, в каждой из которых несколько пар желтых тресогузок и одна-две пары желтоголовых. Между такими поселениями обширные пространства луга остаются свободными. Места поселения Тресогузок и число птиц, гнездящихся на них, из года в год остаются постоянными. Самыми последними в мае возвратились барматушки и серые славки. В то время как другие птицы выращивают птенцов, в их гнездах только кладки. У воракушек приятные заботы. Подрастают прелестные птенцы. Дети все время голодны. Первые несколько дней самочка их обогревает. На охоту летает только самец. Почти все пернатые обитатели луга кормят птенцов насекомыми, которых добывают с земли и нижних ярусов трав. В гнездах Тресогузок тоже малыши. Луговой лунь высматривает добычу. С восхода-то заката он в воздухе. Где-то в густой траве спрятано его гнездо. Сейчас главная его задача – кормить семью. Ловит он мышей, ящериц, птенцов, куропаток, жаворонков. На просторах луга гуляют чебисята. С первого дня они покидают гнездо и сами добывают корм. Взрослые птицы ни на минуту не оставляют их без присмотра. Чебисы – хорошие защитники. В минуты опасности они дают команду малышам затаиться, издают заунывные крики и, используя преимущество в скорости, высоте и маневренности, бросаются на хищных пернатых, заставляя их сесть на землю. Стоит хищнику подняться в воздух, и опять на него бросаются. У взрослой птицы на голове хохолок, который состоит из узких продолговатых периодов. Питаются чебисы насекомыми, которых собирают с земли. Вот и у барматушки появились птенцы. И сразу забот прибавилось. Радостные события и в гнезде серой славки. В небе, высматривая добычу, зависла на одном месте пустельга. Живет она в лесу или на крышах дому. На луг прилетает охотица. Высматривает она грызунов. Иногда ловит птиц. Незаметно пролетело время. Чебисята подросли. Скоро они станут совсем большими. И научатся летать не хуже родителей. Когда это произойдет, у них начнется самостоятельная жизнь. А пока они беззаботно греются на солнышке. Под присмотром взрослых. Подрос птенец Иолуня. Он выбрался из гнезда и в ожидании отца вышел на открытое пространство. Время быстро летит. И к концу лета луг постепенно опустеет. Его обитатели один за другим отправятся в теплые края. Настанет время, и на лугу останутся только серые куропатки, которые с наступлением холодов, несмотря на осторожность, переберутся поближе к людям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok